Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился новый набор. В состав набора входит Чифтейн и мой любимчик Могильщик. Машины принципиально разные, сейчас обсудим сам наборчик, выкатим Чифтейна из ангара для того, чтобы посмотреть на что он способен. Могильщика выкатим в следующем видео, но перед тем как начнем, друзья мои, хотел обратиться к вам с просьбой. Если вы обратили внимание, то в начале видео было новое интро к моим видосам. Напишите пожалуйста в комментариях, те ребята, которые смотрят меня не первый раз и смотрят меня давно, насколько вам понравилось данное интро и стоит ли его оставить. Я все-таки зрители ориентированный автор и мне хотелось бы знать ваше мнение. Если большинство скажет, что не очень и надо вернуть предыдущее, значит так и сделаем. Ну что друзья, Чифтейн и Могильщик в составе набора за 9000 золота. Я бы сказал, что с учетом того, что здесь две машины, из которых одна восьмерка, одна и пускай даже семерка, но очень фановая и интересная, то 9 косарей в целом адекватный ценник с учетом того, что вы получаете легендарный внешний вид на Чифтейна Т95. Хотя, давайте будем говорить откровенно, не супер, не супер имбова, хотя мне очень сильно нравится, что сдержана стильно и со вкусом. В этом действительно не откажешь. Но есть какая-то аутентичность у данной машины в ее легендарном внешнем виде. У меня легендарного внешнего вида нет и на играбельность, понятное дело, это никак не влияет. Что касается аватара, ценностью не считаю. Открытое все оборудование, по моим подсчетам, приблизительно 3-3,5 миллиона серебром. Ну, наверное, все-таки ближе к 3 лямам будет стоить. Поэтому неплохая экономия серебряной копилки. Есть X5 в количестве 20 штук на обе из этих машин. И на той, и на другой вы, пускай не прям супер круто, но довольно неплохо сможете их реализовать и поднять элитный опыт экипажа. Ну и, соответственно, два слота в ангаре. Если вам не по карману данный набор или вас интересует только одна тачка, то Чифтейн 6,5 тысяч. И в целом, я бы сказал, что для данной машины, поскольку это восьмерка и она, в принципе, может фармить, если вы умеете играть на средних танках. Да-да, вы не ослышались, это тяж, но надо уметь именно на средних танках играть, потому что Чифтейн броней не обладает. То, повторюсь еще раз, 6,5 тысяч для восьмерки премиумной вполне себе адекватная нормальная цена. Что касается могильщика, то 5 тысяч однозначно. Однозначно надо брать, но только тем ребятам, которые любят фаниться на седьмом левеле и не гоняются за фармом, не гоняются за статой и не гоняются за супер нагибом. Хотя на могильщике тоже можно действительно порой очень круто нагибать, особенно во всякого рода режимах. Вот такой вот наборчик. Что касается обзоров на данные машины, то как на Чифтейна, так и на могильщика у меня на канале уже есть честные обзоры. И я добавлю в описании к данному видео все ссылочки, которые вам помогут принять взвешенное решение, стоит ли покупать. Что касается героя сегодняшнего видео, я имею ввиду этого, помогильщика тоже выйдет сегодня. То здесь, ребят, очень интересная картина получается. Вроде бы тяж, но он слабо забронированный и в то же время очень подвижная тачка. Если вы посмотрите на его характеристики в отношении передвижения, то у него средняя скорость 33 километра и максималка 40 километров вперед и целых 20 назад. Что действительно при его картонности очень часто спасает и помогает вовремя спрятаться за какое-нибудь укрытие после выстрела. Но ненадолго, потому что здесь очень крутое время перезарядки. 5,5 секунд. Это очень скорострельное орудие с великолепнейшим временем сведения в 2,7 и разбросом 0,312. Что касается угла склонения орудия вниз, то здесь минус 10, но с учетом того, что машина абсолютно картонная, плюс у него есть вот этот великолепный, как это правильно назвать, блин, даже слово подобрать не могу. Давайте назовем это башня сверху на башне. Вроде бы командирский лючок, но выглядит реально как маленькая башенка и она полностью картонная. Выцеливается всеми. Что касается отыгрывания от башни, можно, но все-таки приходится двигаться немножко вперед-назад, для того, чтобы не давать возможности нормально выцелить эту огромную комбашню. В целом же машина очень играбельная, повторюсь, если вы умеете играть на средних танках и не будете к нему относиться именно как к тяжу. Что касается ДПМа и урона за один выстрел. На базовом снаряде 225 единиц, при пробитии 226. Это действительно хорошо, потому что машина пробивает практически всех. Если вдруг не хватает, то заряжаете подкалиберные 278. Уж точно хватит для того, чтобы проковырять любого соперника на своем уровне. Что касается ДПМа, то здесь ДПМ практически 2500. И это действительно ДПМное орудие. Единственное, что не всем дано реализовать данный ДПМ, потому что машина крайне неживучая в боях. Но если будете играть аккуратно, то тогда будет вам счастье. Буквально недавно я выкладывал видео по поводу Чифтейна и его возможности игры на 8 и 7 уровне. Посмотрите, ссылочку добавлю в описании. Я накосил, по-моему, 3500 урона тогда за бой. И для меня это не было абсолютно никакой сложности. Ну что, друзья, давайте возьмем машину и посмотрим, на что она способна. Итак, друзья, хоть мы играем на тяжелом танке, но все же данной машине на линии тяжелых танков делать практически нечего. Поэтому я бы рекомендовал ехать сразу на линию средних легких танков, помогать своим союзникам продавить данное направление. Ну и, пользуясь своей вполне себе приятной подвижностью, перемещаться дальше в корму к вашим соперникам. Опять-таки, я никого никогда не учу играть. Я считаю, что я не настолько подкованный игрок для того, чтобы этим заниматься. Я просто делюсь своим мнением, своим впечатлением от машины и делюсь тем, как я использую данный танк в игре, когда на нем захожу в бои. В целом, делаю я это не сильно часто, безусловно, но когда захожу в бой, то получаю массу удовольствия. Как видите, скорострельность просто шикарная. Я уже перезарядился, накинул урон. Что касается времени сведения, то сводится просто имбово и обладает действительно парадоксально хорошей точностью. Ну вот, допустим, сейчас я вполне спокойно делаю три удачных выстрела, выцеливая серые зоны. И, как вы видите, все три снаряда пошли четко в центр моего прицела. Это действительно очень комфортно. Даже без полного сведения, в основном, вы бьете точно. И это тоже оставляет исключительно позитивные впечатления от того, когда вы играете. От того выстрела, который вы делаете. Так, давайте попытаемся немножко ближе подъехать. У нас есть запас прочности. И это дополнительный плюс, играя на линии легких средних танков. Потому что у них запаса прочности поменьше, чем у вас. Ну и, соответственно, ваша скорострельность, ваша возможность наносить шикарный урон за определенное количество времени в бою позволяет вам продавливать данное направление и оставаться в живых. У нас остался еще один товарищ. Не знаю, Химера навряд ли сама справится с ним. Давайте попытаемся объехать и заехать к нему с кормы и таким образом поиграть. Жаль, Химера слилась. Это не очень, конечно, хорошо. Но я думаю, что мы должны справиться. Ну, по крайней мере, я бы сказал, обязанность. Боже мой, какой ты везучий. Ай, я кормой к тебе стою. Прям неудобно. Поехали дальше. Жмем, жмем, жмем. Фарт, везение. Да что ж такое-то. Разбирают меня просто таки с безумной, с безумной скоростью. Ну да, против двоих особо не потанкуешь. Так или иначе, многие моменты по машине заценили. Сейчас досмотрим бой. Обязательно заценим результаты. Ну и, соответственно, возьмем машину. Еще раз заедем. Потому что он способен и на большее. Итак, к сожалению, поражение. Но за этот бой я смог сделать вполне спокойно 2120 единиц урона. Что касается фарма, то мы не в минусе. У меня есть прем-аккаунт. Ну и, соответственно, мой заработок 38,5. Это с учетом этого прем-аккаунта. Без према 20 тысяч. Это, ребят, проигрышный бой. Что касается нашей результативности в команде. По результатам боя мы занимаем упрямое второе место с существенным отрывом от всех ребят, которые ниже нас. Ну и МК-91, будучи довольно-таки крутой девяткой, понятное дело, занимает первое место. Сейчас лайканем тех ребят, которые в команде соперников сделали максимальный результат. Ну и давайте возьмем машину еще раз. Итак, друзья, второй бой. Не могу сказать, что уверен в том, что на этой карте получится машину реализовать. Дело в том, что на некоторых картах на Чифтене действительно очень сложно играть. Потому что все укрытия, за которыми ты прячешься, вынуждают тебя выторговывать как раз вот этой вот верхней комбашней, которая пробивается всеми налегке. Она полностью картонная, легко выцеливается. И вот даже вот в такой вот позиции я весь сейчас спрятался за холмом, но моя комбашня явно сияет сверху. И это не есть хорошо. Я лучше поеду Левчику попробую помочь. Заодно буду прятаться где-нибудь на этом склоне. В целом, предыдущим боем я доволен. Если бы Химера не ушла раньше в ангар, то вдвоем против двоих соперников мы бы вполне спокойно зарешали, продавили бы направление. Ну и, соответственно, я думаю, что в том бою могли бы выйти на победу. Ну а вообще, ребят, не воспринимайте Чифтейна как тяжелый танк. И тогда вы будете вполне спокойно на нем играть. Он не умеет танковать, у него редко бывают непробития. И, ну вот, как видите, 670 вполне спокойно залетает. Вот этот вот нижний бронелист, который светится неплохо. Довольно-таки немаленьких размеров. Ну и, соответственно, дополнительная хилесова пята. Если будете относиться к нему, вау, 640 не пробили, это интересно. Интересно, куда попали. Скорее всего, в стык какой-то. Или в самое забронированное место с учетом приведенки. Так вот, ребят, если вы будете относиться к этому аппарату как к среднему танку, просто больших размеров, тогда вы действительно сможете на нем, ну не то чтобы чудеса творить, но получать удовольствие от боев, сможете продавливать направление, сможете выдавливать в ангар средние легкие танки и таким образом минусовать стволы, ну и, соответственно, приближать победу. Если будете относиться к нему как к тяжелому танку и будете требовать от него того, на что он не способен, понятное дело, что он ничего вам позитивного не предоставит. Ну и, соответственно, вы будете в рядах тех, которые плюются постоянно от Чифтейна, говоря по поводу того, что это просто ужасная машина. И если сравнивать его, допустим, с тем же самым Action X, который тоже является очень скорострельной тачкой, то, безусловно, данная машина, ну прям совсем отличается, потому что у Чифтейна броня есть, а у этого товарища брони нет. Блин, как мне в этом бою пока везет, слава богу, в отношении непробитий, это просто чума. Так, поехали дальше. Я все-таки хочу попытаться его добрать, очень надеюсь, что я это сдел... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну все, этот товарищ меня точно сейчас отправит в ангар отдыхать. Нет, есть, повезло, повезло. Жаль, нет адреналина для того, чтобы можно было ускориться. Бежим, 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 бежим. Нет, нет, не получилось. Но в любом случае, опять-таки, два фрага на счету есть. Ну а что касается количества нанесенного урона за бой, то сейчас посмотрим по результатам боя, когда он закончится. В данном случае у нас будет победа, и мы сможем посмотреть, на что данная машина способна в отношении фарма серебра, и насколько она является продуктивной в этом отношении. Я считаю, что в целом танк неплохой. Просто те ребята, которые говорят о том, что машина никудышняя, они, скорее всего, сравнивают с более играбельными, тяжелыми танками, обращаю внимание, которые действительно дольше живут в боях. И те ребята, которые считают, что Чифтейн это, ну, прям фу-фу-фу, они просто не совсем правильно, как мне кажется, воспринимают данный танк. Безусловно, тяжелый танк, он должен быть тяжелым, он должен быть выносливым, он должен уметь держать удар, и Чифтейн к ним не относится. Если говорить о скорострельных тяжелых танках, то, безусловно, я бы все-таки голосовал за того же самого экшен-иксом, потому что там есть живучесть, есть броня. 1275 единиц урона, два сделанных фрага, и мне кажется, что это неплохой вклад в победу, я имею в виду конкретное минусование стволов. И его скорострельность, точность и возможность пробивать действительно способствуют тому, чтобы можно было зарешать бой именно путем минусования ненужных в бою соперников. К сожалению, третье место с конца по количеству нанесенного урона. Сейчас похвалим тех ребят, которые сделали максимальные результаты, они этого заслужили. Ну и обязательно сейчас вернемся к вопросу, а сколько же серебра он нам принес, потому что эту вкладку мы быстро проскочили. 46 тысяч с учетом прем-аккаунта и 28 тысяч 400 без прем-аккаунта, с учетом того, что я сделал всего лишь 1200 урона. Согласитесь, если на нем поиграть немножечко получше, то можно вполне спокойно забирать и больше. Я думаю, что когда вы поймете, что это за машина, то не то чтобы в каждом бою, но во многих боях, в преобладающем большинстве, вы будете забирать из боя по 2-2,5 тысячи урона налегке. Вот такой вот он Чифтейн. Если вас интересует такое же видео, но только про могильщика, прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайк данному видео, пишите свои комментарии, в том числе и по поводу интро, ну и обязательно убедите, что у вас вот так вот выглядят ваши уведомления после того, как нажмете на колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующее видео. Побежал снимать видос про могильщика, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова